всем привет когда я был юн ну собственно говоря я сейчас юн вполне достаточно но тем не менее много 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 лет назад несколько десятков лет назад в мои руки попала вот эта пластинка manfred men's f band the good of называется она the good of 1974 год до того как этот пластинка попала ко мне в руки в мои школьные руки испачканные шариковой ручкой изрисованные такой я был паренек все но мы все там что-то почему-то все руки были всегда в пасте воде до того как пластинка попала ко мне руки я не слышал группу manfred men's f band это был первый альбом который мне попался мой друг вальдемар спекулянт пластиночный получил где-то эту пластинку выменял купил не знаю я тоже был пластинец спекулянт но меньшего масштаба вальдемар был грандиозен у нас в школе он у него было пластинок пять дома всегда у меня если одна-две то хорошо мы менялись все время там три рубля наварили скопили что-то купили поменяли дальше в общем такая жизнь была насыщенная помимо занятий школьных и я взял вальдемар этот альбом записать на какой магнитофон не помню маяка у меня тогда еще не было точно был какой-то монофонический магнитофон я на этот монофонический магнитофон стал записывать с проигрывателя бега 101 страшного который пилил пластинки как надо так нормально но тем не менее записал стал слушать в общем я во время записи же все это дело слушал и улетел просто как говорится в космос молодого мальчуга на лёшу рыбина унесло в какие-то неземные дали хотя я до этого слушал уже очень много там уже я не говорю там про битлз и и все остальное все это уже было в голове изучена услышана пережёванная проглочена переваренная и сосалась в кровь и плоть но тем не менее матрин мэн как-то с бэнд как-то просто думаю что то такое к неземная музыка как красиво как здорово и да действительно вот до сих пор этот альбом слушаю правда редко но метко что называется так воспоминания одолевают но дело не в воспоминаниях а дело в очень хорошей музыке которая здесь записана правда монфрид мэнс бэнд это в общем одна из лучших кавер-групп на планете земля потому что все самые знаменитые хиты монфрид мэнс бэнд будем так говорить все знаменитые песни все то что люди любят и ради чего покупаются пластинки это все кавера это все не перу монфрид мэнсу принадлежит но до этого мы дойдем дальше так вот что на этой огласке изображено было нам в общем-то не неведомо было мальчишкам изображен какой-то кусок земли потом мы стали со словарем переводить то что здесь всюду написано и выяснили что действительно кусок английской земли один квадратный фут и его можно было получить если бы мы жили в англии купили в эту пластинку в магазине и купили бы ее до до когда до 31 декабря 1975 года выдавался купон что пластинка куплена до этой даты поэтому купону можно было получить целый квадратный фут английской земли вот такой красивый здесь даже карта прилагается на обложке как найти то место откуда можно взять этот квадратный фут группа монфрид манфрид мэнс эф-бэнд выкупила один гектар кажется вот здесь в какой-то заднице мира задницы англии какая-то заброшенная пустошь но она выкупила за символически какие деньги не помню за сколько гектар этой самой пустоши и желающие могли получить один квадратный фут местные жители говорили что оживление вокруг этой пустоши росло-росло-росло и кто-то все-таки на это дело пошел и купив альбом поехал на эту пустошь получать от манфреда мэна памятный вот этот английский фут но хрен с ними с английскими футами земли с футами английской земли то бишь потому что главное не в этом кусочке грязи хоть и с цветочками главное что музыка здесь очень хорошие это не первый альбом манфрид мэнс эф-бэнд кажется то ли 4 или 5 меня поправит наверно слушатели потому что там была пластинка манфрид мэнс эф-бэнд была пластинка мессен была пластинка салла фая может быть я что-то упустил скорее всего упустил потому что вот эти первые пластинки манфрид мэнс эф-бэнд меня как-то не очень вдохновляют до сих пор я их все слышал и что ну ну да так да все круто профессионально здорово ну как-то души не чаял в них а вот здесь чаял ну кроме всего прочего манфрид мэнс эф-бэнд это четвертый состав уже манфрид мэна потому что начинал он с джаза в лондоне играя приехав из юар стал играть джаз в лондоне джаз не прокатил заработать было трудно на джазе а жить на что-то нужно было и манфрид мэн собрал ритмон блюзовый коллектив группу манфреда мэна манфрид мэнс бэнд выпустил то ли пять вышла выпустила достаточно много музыки вышло то ли пять то ли шесть пластинок у меня парочка из них есть я говорю то ли пять то ли шесть потому что дискографии американские английские очень разнятся так же как у beatles и stones ранее ранее альбомы они выходят в разных видах в америке евангелий плюс у манфреда мэна была там пара саундтреков была пластинка с инструментальной музыкой все в том же составе манфред мэн бэнд поэтому не могу точно сказать сколько у них пластинок вышло потом он это дело забросил и поддавшись влиянию моды собрал группу манфред мэнс chapter 3 стал играть прогрессивный джаз-рок вышло две пластинки манфред мэнс chapter 3 и в общем они никого не вдохновили практически меня в том числе хотя не поддаюсь на всякие там критические оценки которые читаются временно отечественные зарубежные я предпочитаю сам для себя решать что мне нравится что нет но мне они тоже не понравились хотя я люблю всякую завернутую музыку от джаз вообще во всех видах обожаю но как-то вот опять души я там не чаял никакой в этих двух пластинках манфред мэнс chapter 3 хотя многим нравится я знаю меломанов которые собирают все полностью коллекцию это манфреда мэна chapter 3 обязательно ну слушать мне их не интересно честно говоря хотя я софт машин лучше послушаю или что-то такое там в это репорт или что-то еще там куда-то посложнее universe zero а это как-то все таки и в конце концов манфред мэн понял что это тоже дело не катит и решил не мудрствовать собрал рок-группу и стал играть нормальный английский тяжелый рок первые альбомы как я уже говорил мне как-то не очень пришлись потому что там были еще отсылки туда же к манфред мэнс chapter 3 какие-то вот эти все странные дела хотя там были уже и кавера боба дилана в полный рост делал манфред мэн из классики там заимствовал кое-что но это дело прошлое а вот от властника который вышло всеми четвертом году она удивительным образом уже стала какой-то цельный стал звучит очень цельно очень осмысленно как будто группа просто каких-то супер я не знаю как каких-то супер музыкантов которые играют уже 20 лет вместе и такие блестящие делают аранжировки прекрасные песни пишут тут четыре произведения написаны собственно говоря музыкантами группы манфредом мэном крисом слэйдом миком роджерсом а три на первой стороне это все кавера как мы любим как любит манфред мэн give me the good is первая песня написанная гарри райтам помните группу с покетуз английскую карри райт американец но он приехал в лондон в отличие от многих англичан которые уехали в америку творить он приехал в лондон посчитав что настоящий рок-н-ролл только в англии и собрал группу с покетов но это неважно вот это give me the good is гарри райт он писал песни в близкий к соул все-таки немножко тяготел к соул а здесь такой грандиозный европейско-английский не знаю как сказать хорал мадригал концерт ну здоровская просто здоровский номер то что называется арт-рок или прогрессив я просто не люблю эти термины арт-рок прогрессив там все это все это чушь собачья но тем не менее очень сложная многочистевая песня которая начинается с крика петуха закольцованного очень модно очень стильно сделано закольцованной потом бац удары и гитара микка роджерса узнаваемая везде и всегда с жестяным тембром прорезающим любую музыкальную ткань любое музыкальное полотно просто у него жесть такая идет в гитаре особенно когда он играет аккордами просто так сразу отрезает все все лишнее очень здорово и такой номер вроде бы похож на группу крим даже где-то такой чистый британский ритм и блюзовый стандарт немножко приплюснутый потому что все-таки это в хард-рок уход уход от ритма и блюза в сторону хард-рока прямого попрямее музычка но так здорово с такой фантазии столько всего накручено потому что после пары куплетов вот этих вот аккордовой гитары роджерса начинается синтезаторное соло совершенно в другом размере уже летает все космос пошел потом включается солирующая гитара микка роджерса в обратной записи но это уже совсем космос уже пошла психоделия все 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 туда потом апофеоз гитарные фразы роджерса все полное сумасшествие уже пошло полное сумасшествие здорово и все заканчивается хорошо опять прекрасным пением следующая песня написано launch and place написано музыкантами из австралии группа спектрум если мне не изменяет память мик роджерс жил в австралии некоторое время и подружился с австралийскими артистами две песни от них принес launch and place и i'll be gone launch and place очень простая очень красивая очень прозрачная баллада которая здесь превращена как любит manfred man в пафосное грандиозное синтезаторное монументальное произведение очень такое прямо прямо плотная плотный дворец какой-то очень красивый launch and place с с нисходящей гармонией такой синтезаторы гитарное соло все все прекрасно а у бегом это видимо когда-то была песня в стиле кантри но здесь она сделана за как будто группа хэви металлистов взяла и попробовала сыграть кантри с тяжелой гитары с барабанами с жестким соло но все как-то органично так получилось и довольно красиво в общем в общем первая сторона на не буду говорить на 5 с плюсом на 5 прямо все не никаких проколов ничего плохого здесь я сказать не могу но опять-таки для меня может кто-то найдет там какие-то косяки я ничего не услышал с гимн на второй стороне открывающий гимн земли с им гимн понятно что заглавная пьеса она и должна быть грандиозной колокола опять-таки нисходящая гармония на четырех аккордах басовый риф подкладка синтезаторная дико красиво печальное пение мика роджерсон такое лирическое все это пафосно по-хорошему с хорошим вкусом здесь вообще все очень выдержана в отношении вкуса очень тонко но при этом пафосно бывает и так все красиво в какой-то момент в паузу и понеслась бешеная гонка гитарная гитарная с гитарным соло очень быстрым очень быстро все барабаны бас все гремит все несется рвется вперед куда-то потом раз и опять пошел пошла главная тема пение все по классике все сделано здорово sky high следующий номер инструментальный одно только в нем плохо что он очень быстро заканчивается там очень много музыки очень грамотно все сделано там есть и джаз и европейская классика и тяжелый рок и все это инструментальчик короткий вот плохо что короткий вот единственный косяк альбома что sky high короткая песня be not too hard просто приятный лирический номер красивый но так чтобы отдохнуть отдохнуть перед второй частью эргим который начинается с синтезаторных таких пассажиков как и больше всего напоминает тенджерин дрим очень такой что играет тенджерин дрим со странным размером нечетным идет вот это вот синтезаторное кружево потом раз в другом размере начинается собственно говоря главная тема и от гимн потом опять в другом размере начинается соло синтезаторы улетают все свистит жужжит все красиво и заканчивается опять главной темой то есть который начинается вторая сторона альбома очень красивая пластинка она короткая но сравнительно короткая не то чтобы коротенькая она такая удобоваримая очень много музыки красиво все каждая песня замечательная manfred mans earth band пойду за них выпьем пока до новых встреч